ребята всем привет сегодня я хочу немного поговорить о будущем о своих планах на 2024 год обычная никакие планы на год себе и не составляю но в этом году решила записать такое видео главным образом для себя для того чтобы посмотреть что из того чем бы я хотела заняться в этом году у меня получилось сделать а чем я ну по каким-то причинам не занималась это была не моя идея предложение поступило от моего мужа разумеется он не собирался записывать никакое видео он хотел написать записку положить ее в какой-нибудь контейнер и так что же предложил саша записать в эту капсулу времени саша кто не знает это мой муж вы можете посмотреть предыдущие видео и с ним познакомиться первое что он предложил записать это самое главное желание то чего ты хочешь больше всего второе это саморазвитие и хобби например я давно хотела чем-то заняться но не было на это времени или желания или сил и в итоге не делала ничего и третий пункт это что-то материальное прежде чем я расскажу вам о своих планах и целях наверное стоит немного рассказать про прошлый год 2023 для меня стал таким годом начинаний и открытий я много начала размышлять вообще о будущем о своей жизни к чему это привело я записываю это видео итак первая половина 2023 года была обычной рутинной семейной я встречалась со своими родными ходила гулять с друзьями ходила на тренировки и в общем-то занималась обычными семейными делами а в конце июня мой муж взял на работе отпуск и мы решили отпраздновать свою третью официальную годовщину в санкт-петербурге и понеслась я впервые летала на самолете впервые была в санкт-петербурге еще было лето это та самая отправная точка с которой начались какие-то нововведения и перемены в моей жизни а затем мы вернулись домой отдохнули и я начала анализировать свою жизнь наверное у меня появились какие-то мечты потому что путешествие всегда дают некую встряску и ты начинаешь думать а правильно ли ты делаешь тем ли ты занимаешься и так далее но кто путешествует тот знает потому что путешествие открывают у нас какие-то новые грани или это заканчивалось и начиналась осень нужно было восстанавливать свою спортивную форму потому что летом я позволила себе отдохнуть и нужно было возвращаться к своим тренировкам я на тот момент занималась в основном скалолазанием но у меня есть и велосипед и лыжи и чего у нас тут только дома нет какого спорт инвентаря но наверное самый мой любимый спорт который мне никогда не надоедает который нравится мне во всех его проявлениях это все-таки скалолазание ты можешь лазать в зале можешь выезжать на природу и лазать на естественном рельефе прокачивается все тело от кончиков волос до кончиков пальцев с сентября обычно мы с друзьями с товарищами с альпинистами ходим на тренировки в закрытые залы что-то со мной произошло и я решила выйти из клуба альпинистов в котором я состояла отдохнуть перезагрузиться переосмыслить ценности в общем пока не знаю пошло это на пользу мне или нет но я очень соскучилась по скалолазанию по альпинизму но на тот момент мне нужна была какая-то встряска поэтому я вышла из клуба альпинистов тренировки из моей жизни ушли на задний план даже не на 2 на 3 вот на задний действительно план я начала разбираться в себе и что я еще попробовала я попробовала инвестировать не скажу что супер удачно но это интересный опыт для меня потому что с финансовой точки зрения образование у меня наверное ниже плинтуса мне стало интересно изучать психологию экономическую грамотность в общем я занялась познанием себя можно так сказать ну и дошло это все до того что в октябре я открыла свой youtube канал в один из вечеров просто перелистывала в свои фотографии видео и поняла что это очень неудобно очень неудобно смотреть просто тысячу коротких роликов из поездки в петербург из поездки в казахстан было просто столько материалов и когда я хотела показать родным фотографии или видео я поняла что это просто нереально нереально это показать нужно смонтировать это в какой-то один ролик и ну чтобы человек мог какое-то мнение составить и не мучиться там не смотреть просто полторы тысячи фотографий и тысячу записей для себя я тоже конечно же хотела сохранить все это в памяти создать такой видео альбом монтировать видео мне нравилось и до того как я создала свой youtube канал ну в общем то я делала все то же самое только не выкладывала это все в сеть грубо говоря а тут я пересматривала в очередной раз свои фотографии видео и поняла что просто половина того чего мы пережили не сохранилась на дисках у меня есть папка открываю папку а внутри ничего просто пустота и я подумала что нет ничего надежнее чем хранить информацию в интернете я начала вести свой канал также из нового что я попробовала впервые в декабре 2023 года моя подруга позвала меня сходить на йогу я уже на тот момент июнь июля август сентябрь октябрь на тот момент я уже больше полугода не занималась никаким спортом начала разваливаться на части просто с непривычки и была очень рада такому приглашению на йогу я не ходила ни разу давно хотела попробовать но почему-то мне казалось что я не справлюсь не знаю и когда подруга меня позвала я разумеется согласилась тем более что это место куда мы пошли находится прямо недалеко от моего дома перейти через дорогу и мне очень понравилось это было просто невероятно но так как это был конец декабря мы не покупали абонемент сходили на пару занятий а с нового года вот в этой после праздничной суете мы перестали туда ходить но я думаю что возможно возобновлю эти занятия и так 2024 год чего я от тебя хочу как всегда я долго запрягаю сейчас уже начало марта два месяца позади но я думаю что если у меня будет четкий план так как я назвала три пункта это что-то материальное это что-то для саморазвития и это самая главная цель давайте начнем с третьего самого простого с материального чего же я хочу в этом году у меня было записано в своей электронной записной книжки два пункта по материальному это покупка ноутбука и закончить ремонт как вы видели в предыдущих видео ноутбук у меня уже есть саша подарил мне на день рождения ноутбук поэтому я сейчас в нем разбираюсь а второй материальный пункт это был доделать ремонт такая амбициозная цель потому что ремонт у нас длится уже наверное более десяти лет с тех пор как мы заехали в этот дом не хватает то времени то средств на кухне ремонт мы делали сами мебели мы тоже при заказе проектировали сами поэтому почему бы нет может быть получится нужно этот пунктик записать перейдем ко второму пункту это что-то для саморазвития какое-то хобби здесь у меня просто целый список того чем бы я хотела заняться во-первых я хотела бы выучить какой-нибудь язык может быть не на супер мега классном каком-то высоком уровне может быть подтянуть тот же английский разговорный начать хотя бы учить какой-то другой язык тоже на разговорном уровне потому что я не думаю что я сразу научусь и писать и читать на каком-то языке у меня такие мини цели по моему неплохая цель также я хотела бы заняться музыкой у меня есть гитара сейчас я ее вам покажу у меня есть гитара и она вся в пыли я купила ее на свою последнюю зарплату разумеется не на всю зарплату а потратила лишь часть потому как давно хотела научиться играть на гитаре все очень просто и Ой, Алекс, ну как тебе? Замечательно. Сейчас, сейчас все будет. Короче, я тысячу лет не брала гитару в руки. Алекс, возьмите за кадром, мой ассистент. Как вы видели, играю я не очень, потому что с тех пор, как я купила эту гитару, я, пожалуй, позанималась на ней пару недель по роликам на ютубе. Это очень здорово, потому что заниматься можно бесплатно, но есть и обратная сторона. Пока ты просмотришь видеоурок, тебе уже некогда играть на гитаре, да и не хочется. И вот я даже не знаю, с одной стороны, лучше бы, конечно, пойти к учителю, но из-за своей интровертности я пока не знаю. Возможно, позанимаюсь самостоятельно, просто выделю какое-то время определенное себе, например, с 12 до часу поиграть. Почему бы и нет? Итак, гитара. Я хотела бы разучить хотя бы три песни в 2024 году, чтобы можно было использовать ее по прямому назначению, петь у костра и просто для себя, для души. Алекс, ты думаешь, у тебя получится? Сыграй мне что-нибудь такое ми-минор. Я, кстати, совершенно не разбираюсь в нотах, поэтому музыкального образования у меня нет. Ну, ничего страшного. Да, я еще хотела написать большую картину на холсте, но так как я не пишу маслом, никогда не работала маслом, и мне кажется, есть какой-то запах от масляной краски, я бы, наверное, написала какой-нибудь красивый лес, загадочный в тумане, или какое-нибудь море. В общем, умиротворяющий пейзаж акварельными красками. Мне кажется, акварельная живопись, она такая воздушная, слои накладываются один на другой, и картина дышит. Но такое ощущение складывается. Из всех моих творческих планов этот, наверное, самый более воплощаемый в жизнь, потому что я училась рисовать. Это была не художественная школа, это были курсы в Политехническом университете, и затем я поступила на специальность архитектура, и там рисунок, живопись были обязательными предметами. По-моему, четыре года обучения было. Четыре? Или два? Я уже не помню, сколько лет мы рисовали. В общем, это очень интересно, и меня это умиротворяет. Хочу что-нибудь нарисовать. Также я бы хотела походить на какие-нибудь танцы, возможно, на латиноамериканские, хотя там нужен партнер. Саша вряд ли согласится со мной пойти на латиноамериканские танцы. Но, может быть, я, опять же, найду какие-то разборы, видеоуроки на ютубе или, не знаю, или найду какую-то студию современных танцев. В общем, я хочу танцевать. В общем, я хочу играть на гитаре, петь, танцевать, рисовать, развивать ютуб. Пока у меня не так много сил и времени на то, чтобы заниматься только ютубом. Но я думаю, как только я войду в колею, мои видео станут более насыщенными какими-то жизненными событиями. Сейчас я в основном занимаюсь домом, расхламляю его, перебираю свои вещи, делаю перестановку мебели и всё такое прочее. В общем, занимаюсь домом. Ну и, наверное, сюда же можно отнести вождение автомобиля, потому что у меня есть водительские права, которым уже 10 лет. Их пора менять, по-моему, в этом году. Я понимаю, что это очень удобно, когда ты можешь сесть и поехать туда, куда тебе нужно. Сейчас у меня нет своей машины, своего автомобиля. Но это не проблема, потому что Саша не запрещает брать его машину. Говорит, пожалуйста, садись, давай я тебя там поднатаскаю, чему-то подучу. Давай начнём ездить вечером, когда поток машин не такой сильный. Но, как говорится, пока не ужалит, вроде как мне в этом нет необходимости. Я отлично обхожусь общественным транспортом. Когда мне нужно поехать далеко, то Саша меня отвозит. Либо я хожу в центре по своим делам просто пешком, наслаждаюсь прогулкой. Поэтому это не самая главная моя цель. Наконец, мы пришли к первому пункту, самой главной цели, то, чего я хочу больше всего на свете. Это, конечно же, стать мамой. Мы с Сашей живём уже достаточно долго вместе. И у нас пока нет детей. У нас есть серый кот, который сейчас будет грызть мою гитару. И, как любая женщина, я, разумеется, хочу детей. И Саша тоже хочет детей. Не всегда получается так, как мы хотим. И поэтому год ещё впереди. Будем посмотреть, как говорится. И, может быть, наконец наши мечты сбудутся. Да, конечно же, по последнему и самому важному пункту мы испытываем некоторое давление со стороны родных. Но я думаю, что все, кому за 30 раз или не раз слышали о внуках, когда же вы нам родите внуков и всё такое прочее. Но у всех разные жизненные ситуации. И кто-то не хочет детей, кто-то не может детей, а кто-то и хочет, и может. Поэтому будем смотреть в нашу защиту. Могу сказать лишь только то, что мы делаем всё, что в наших силах. Поэтому бабушки, дедушки будущие, пожалуйста, не переживайте. Мы над этим работаем. Будут у вас внуки. Мы на это тоже очень даже рассчитываем. Если в 2024 году этого не произойдёт, произойдёт в 2025. Пожалуйста, давайте наслаждаться пока тем, что есть. Потому что ментальное здоровье так же важно, как и физическое. Поэтому если мы будем друг друга доставать этими вопросами, я думаю, ни к чему хорошему это не приведёт. Давайте будем терпеливыми друг к другу. И всё получится. Что я ещё забыла добавить? Пожалуй, в конце этого видео расскажу немного про самые-самые ближайшие планы на самое ближайшее будущее. Завтра я возобновляю свои тренировки. Мы с подругой, которая звала меня на йогу, мы с ней же пойдём на скалолазание. Я надеюсь восстановить свою форму, возобновить общение с ребятами и вернуть свои прекрасные плечи и спину. Когда я восстановлю форму, возможно, я покажу, на что способно это тело. Но сейчас, я думаю, снимать в зале будет нечего. Я буду какое-то время восстанавливаться. Ещё из ближайших планов Это посещение филармонии 11 марта. Это не реклама. Ну как это не реклама? Я ни разу не была в нашей барнаульской филармонии, ни разу не слышала звучание органа, поэтому муж взял билеты на 11 марта. Это понедельник, начало в 18.30. Ребят, кто живёт в Барнауле, билеты ещё есть. Стоимость от 200 до 500 рублей, по-моему, не такая значительная, как в кино сходить. Пожалуйста, если кто-то хочет, присоединяйтесь. Всё, что ты делаешь впервые, хочется, чтобы осталось в памяти. И я впервые буду слушать органную музыку и, наверное, постараюсь заснять свою реакцию. Да, ещё забыла сказать, что 30 марта я иду на встречу с одногруппниками. С ними мы не виделись почти 16 лет. Так что встреча будет фееричной, я полагаю. Не уверена, что кто-то захочет из них быть на ютубе, поэтому я, конечно, узнаю. Но, скорее всего, ребята захотят остаться инкогнито и будем уважать чужие границы. А также будет два мероприятия. Это дни рождения моей старшей сестры и её мужа, которые я тоже не могу не посетить. Поэтому март обещает быть насыщенным. Я постараюсь побольше снимать, чтобы всё это запечатлеть, чтобы всё это запомнить. Но ничего не обещаю, потому что в феврале я планировала много снимать. В итоге я разбирала свои вещи, переставляла мепель, расхламляла дом. И на это ушло гораздо больше времени, чем мне казалось. И я ничего не снимала. Но, возможно, я запишу видео про минимализм, разумное потребление и расхламление. И где-то вставлю коротенькое видео, от чего именно я избавляюсь. Но это уже другая история. И, пожалуй, я буду заканчивать это видео. Надеюсь, оно получилось не слишком длинным и не слишком нудным. Я постараюсь идти к своим целям, которые я озвучила. Может быть, вы тоже захотите поставить себе какие-то цели. Вы можете записать их в ежедневник или на доску желаний, если такая существует, или так же, как и я, записать себе видео. И в конце года подвести итоги, похлопать по плечу, похвалить за то, что ты что-то выполнил. И не расстраиваться, если что-то не получилось. Потому что будет следующий год и будут другие желания. Мы все взрослеем, растём, меняемся. И наши привычки, и наши мечты немного меняются. Пожалуйста, не бойтесь мечтать. И начать можно вот с такого списка. Это на самом деле не так сложно, немного волнительно, но не нужно себя ругать, если что-то не получится. Я благодарю всех, кто посмотрел это видео. По мере возможностей буду снимать что-то более интересное и живое, но иногда поговорить тоже нужно. Поэтому буду с вами прощаться. До следующих видео. Пока! Аликс, как это там? Чё там, чё там? В ночной тишине Ага, с пятой, понятно. Аликс, что за боль? Ты уверен, что я всё делаю правильно? Ночной тишине Кто-то скажет не грусти Боже мой, как сложно! Это чё? Это 2,4? Это чем? Это так? А чё дальше-то? когда и зато боль алекс у меня получится подожди шестерку мы можем предложить а восьмерку мы можем предложить подсказанка все алекс мы можем восьмерку с подсказанкой мы точно сможем короче я все